подсолнечный внимание сроки сроки посева 14 апреля субботу перед пасхой селка моносем предшественник по цели здесь так как разные гибриды и сумяков под экспресс-технологии и классическим евровайдинг не вносился 3 литра подпасевную культивацию баранование ранневесеннее внесение 3 литра гардобол пасевная культивация и посев все норма высева 50 ну к уборке здесь скорее всего 48 47 тысяч больше ничего не делалось перестраховываемся семена были уже готовы протравлены грузером но я перестраховывать добавляю плотианидин и фертигрейн старт поэтому вот такая вот технология по осадкам июль месяц 7 миллиметров июль месяц 22 миллиметра 40 миллиметров по запасам влаги разные поля были в метровом слое от 130 до 180 миллиметров ну и результат вы видите следующий гибрид сумяков новый наш гибрид под технологию экспресс компании дюкон это среднестелый гибрид генетически схожий с гибридом брио то есть отличается медленными ростами роста на начальных этапах медитации устойчив к заболеваниям нет то есть купава и ласкала это родственники конди но конди пятерасовый по отношению к заразихе гибрид ласкала и купава держат уже новые расы заразихи но здесь в принципе даже на пятерасовый как более или менее чисто поэтому говорить какой вклад заразиха на этом поле в урожайность несет довольно трудно но если то есть не купава и ласкала родственники конди но купава более интенсивный гибрид если вы выбираете купаву то и поле под нее надо выбирать с большим плодородием и заряжать это надо поле по-нормальному ласкала более дешевый вот сколько опытов у нас было ни на одном поле одинаковые урожайности не дали кстати, ветвление первого есть в хороших условиях начинается урожать у них ничего не наблюдается, от ветвления хоть и ирбицидом не работали страховым но гарда гол дает и такой результат в принципе идеальная чистота подсолнечника никаких проблем сорняком сорняком вообще нету вот опять же кущение такое непонятное такого я так предполагаю быть не должно немножко присутствует здесь не работали точно герпицидом и вот видно дальше какая картина сорняками наверно где-то вот так поперек я понимаю обработка герпицидами птицы уже работали очень прилично выклевывают а теперь мы находимся на том же поле где только что был семинар Сингента здесь же в продолжении идут гибриды германского семенного альянса которые мы уже после семинара продолжим смотреть пробежимся по ним и сравним друг с другом сейчас вот как раз коронечащий гибрид ПАВА вот а это слева уже ВЕЛКА классический гибрид который проделывается по классической технологии без применения страховых гербицидов вот он здесь как бы крайний вот сингентовских в принципе тоже почти что готов по выполненности можно сейчас посмотреть по выполненности что получается вот эти к этому идут выполнены и в центре и в крае вот центр нет не выполнено здесь вот так да плотная хорошая семечка здесь плотная семечка из края да плотная не пустая хорошо так ну опять же повторюсь что здесь Гарда Голд везде поэтому в принципе чисто все после Аликан вот тут посмотреть можно потенциал гибрида насколько то есть место там еще конечно есть но в такую жару я думаю что это еще и не плохо то есть пореже сеять то она должна быть все таки оптимальной ну да с краю может быть с краю да выполнен хорошо потому что в принципе выполненность что с краю что ну смотри ну может быть чуть чуть меньше ну такое растение невысокое обязательно достаточно ну корзинка уже наклонилась вот и небольшая семечка санклора в принципе тоже уже готовый почти подсолнечник заполнено хорошо с краю по крайней мере санклора выглядит небольшая корзинка достаточно равномерно слева параиза 102 справа санклора видно разные сроки вегетации параиза 115 дней вегетации санклора несколько раньше корзинка побольше серединка есть интересно выглядит корзинка больше однозначно вот сюда можно посмотреть корзинка больше чем у соседа более раннеспелого встречаются такие крупные корзинки значительно крупнее и кстати посмотреть вот в среднем они гораздо больше это тоже хорошо какие растения даже еще сохранили верхние листья 5-6 листьев опять же вот по одинокие растения там достаточно развиты прилично с параиза 102 параиза несколько выше на уровне где-то метр метр двадцать метр тридцать и сперва чуть ниже корзинка меньше несколько раньше созревает насколько я вижу в принципе с характеристиками тоже это совпадает посмотрим его выполненность самый центр сгорел сгорел здесь выполненность хорошая заполненность заполненность слева самый ранний гибрид германского семенного альянса мэродис справа и спера сравнение и другие растения три ряда справа от меня мэродиса дальше достаточно схожие растения самая созревшая из всех гибридов вот так вот выглядит мэродис заканчивается гибрид мэродис и начинается слева пионеровский 118 посмотреть массу потери вывели практически в каждой картинке наверно 3 вот сейчас я на стою на гибриде 109 лл 109 пионер и вот это 118 рядом более высокие которые нас интересовали теперь будем ожидать уборки результатов с этого демо поля от дружбы народов что здесь на этом поле покажут сингента пионер и германский семена и сейчас продолжая серию подсолнечника сегодня мы заехали на следующий демонстрационный посев подсолнечника германского семенного альянса в поселке Гвардейском предприятии в фермерском хозяйстве Генезис сейчас мы посмотрим те же гибриды но уже ближе к Симферополю что они из себя представляют пара из-за 1000 значительно зеленее здесь вообще все здесь он еще вегетирует в принципе еще налив идет визуально конечно гораздо лучше просто а ну давайте это вы на границе там пустые такая зерновка совсем небольшая в таком подсолнечнике через одну одна вообще пустая я давно мормально дайте мне что вы тут нашли что вы такого нашли что я не нашел в любом случае зерновка меньше чем он сейчас может вытянуть хотя лопухи такие огромные у него хорошо а в центре давайте но колупа не в центре ну вытащи есть да ну это хорошо но здесь видно что еще ему хватает более-менее хотя посев 12 апреля пара из-за 1000 выглядит очень интересно да обработка кстати евролэндом вот сегодня 11 у нас августа картина с сорняками следующая в принципе недостаточно здесь там есть какие-то сорнячки но тем не менее гербицид здесь справился с этой задачей я думаю что она отлично такие корзинки что он просто падает выполненный очень хорошо выполнен очень хорошо выполнен такие в массовом порядке достаточно большие корзинки просто с размером вот можно посмотреть ну это можно сказать по одинокие такие растения да по одинокие сейчас мы пойдем там где погуще он немножко стоит вот более посев скажем оптимальный да вот мы видим оптимальный посев и вот его корзинка вот его корзинка ровная корзинка наклонена это кстати тоже хорошо выполненность семени это семя в принципе выполнено с края в общем параиза тысяча производит здесь впечатление очень перспективное направление выращивания подсолнечника очень интересно выглядит этот гибрид потенциал у него чувствуется роскошный роскошный так что еще здесь можно отметить по сорнякам сказали в принципе задача выполнена даже на таких участках где сорняк мог расти ну да есть экземпляры но вот здесь в принципе тоже дача выполнена нормально дальше мы идем параиза это тоже параиза 102 параиза 102 тоже очень интересно он выглядит тоже потенциал чувствуется его высокий хорошо выполнен центр из краю сейчас мы его колукнем еще здесь здесь можно видеть что зерновка в принципе полная в центре вот такое маленькое но тоже выполнено и то что сравнение буквально вот час езды от Красного Ардейска здесь он зеленый в принципе верхние листья ну нижние 5-6 листов 8 уже сухие в некотором случае и больше но еще вегетирует что что говорит о несколько других вообще на условиях произрастания если было больше чуть дождя так значит вот Мередис рядом очень очень заметно здесь разница вегетационном периоде Мередис ранний 90 95 дней пароиза 102 115 дней в принципе мы видим эту разницу уже в созревании корзинка уже высыхает да и растение уже более погибшее скажем так заканчивает свою вегетацию отдает всю энергию всеми очень тоже здорово он выглядит на самом деле неплохие тут корзинки уже более сухой сухое семя это у нас идет сан-флора более высокий и тоже у него 110 115 дней вегетационного периода даже 105 110 заявленных вот сегодня мы видим как он себя показывает он выше всех так это теперь идет у нас сан-флора сан-флора полностью наклонила корзинку кстати засоренность можно посмотреть это там здесь обработки не было да я так понимаю здесь уже была только культивация не было гербицита евролэнд вот картина такая из лаки можно практически смотреть в сравнении на 11 августа вот такая картина последний гибрид белый классический гибрид тоже неплохо выглядит сорняка конечно уйма культивация не дала желаемого результата по по чистоте его вот и дальше гибрид монолиза который тоже наверное в пределах 100 дней вегетационного периода тоже выглядит неплохо уже идет промышленный посев посмотрим что покажут здесь все эти гибриды как они себя в этом году поведут очень год лето очень жаркое лето очень жаркое выполнен тоже ну отлично теперь здесь стоит ожидать окончания вегетации и уже непосредственно результатов уборки этих демонстрационных участков сравним какой гибрид лучше в этом году себе показал по крайней мере пока везде лидирует или параиза или параиза 102 или параиза 1000 или параиза 102 наверно несколько заходится подопытаем что для Крыма лучше из этой линейки вы вы понимаете уборки что как вы вы хотите что